Привет, друзья! Сегодня мне захотелось поиграть в Сталкер Тень Чернобыля по сети и, конечно, показать это вам. Представляете, там до сих пор кто-то играет, сетевой сталкер жив. Мне удалось прокачаться до галл с пушки и поджарить врагов. А вы играете в сетевой сталкер? Если нет, то почему? А если да, то как давно это было? Предлагаю вам посмотреть на то, что у меня получилось. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Что значит эти цифры? 1 и 2. Видимо, кто-то побеждает. Лучше уж я тогда буду за свободу, так как она проигрывает, да. И мы сначала закупаемся, чтобы прикупить такого. Настоящие мужики ходят с диглом, но оставьте это себе. Оу. Дигл, значит, доступен с самого начала, а автомат доступен только Калашникова. Хорошо, его мы и купим. Всё, я готов. Я готов, ребятня, броню покупать нельзя. Я начинаю новую игру и... Почему моё оружие невидимое? Короче, оказывается, я выключил как-то показывать оружие и сейчас немного испугался. У меня было оружие невидимое. Но всё, ребятки, я готов. Нам надо, значит, отстреливать наёмников, да. Да-да-да, мы свободовцы, надо искать и... Да ладно, я его убил. Вот это прикол, конечно. И ещё одного убил. Пацаны, ну всё, я теперь, походу, в ударе. Двоих поклал, и тут можно подбирать оружки. Правда, они мне не особо нужны. Будем тут сидеть, прятаться. Главное, чтобы наёмники не подошли отсюда. Да и всё. В принципе, уже... Да ладно, я уже троих поклал. Четверых, лол. Я уже, походу, апнул левел и теперь смогу купить себе какую-нибудь пушку посерьёзнее. А именно, какой-нибудь абаканчик, разумеется. И мы с ним зададим. Посмотрите-ка, я играю 4 к нулю. Воу, воу, Мануэль. Давай полегче. Причём, представляете, на игру даётся целых 3 часа. Ну не буду же я... Не буду же я 3 часа без остановки играть. Опять я его убил. Я уже всех убил с этого места. И, по-моему, меня уже видели. Давайте поменяем место дислокации. Да, 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 да. Воу, 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 воу. Паренёк меня заметил и сейчас начнёт по мне стрелять. Я ему неплохо так прописал. Да ладно, убил, 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 убил. Как это замечательно. Есть даже аптечка. Найс. Вообще ты крут, чувак. Спасибо за то, что принёс аптечку. И у нас будет... Ох, убили. Я испугался. Я, да, я опытный сталкер. Давайте теперь купим наконец-таки броню. Автомат можно купить посерьёзнее. Даже снайперскую. Давай попробуем с винторезом поиграть. А вот чё вы думаете? Почему бы и нет? Даже бинокль куплю себе. Попробуем поиграть с винторезом. Если зайдёт, будет замечательно. Не зайдёт, ну и фиг с ним. Купим себе абаканчик. Абаканчик тоже отличный автомат. Итак, у меня винторез. Я готов. Бронебойные патроны заряжены. Осталось только снова занять какую-то точку, какую-то позицию и... Я уже кого-то слышу. Отлично прописал. В хэдшот залетело. Паренёк этого явно не ожидал. Опять-таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, опять хэдшот. Ни хрена себе. Мне кажется, он на вышке сидел такой. Вот сейчас замочу этого пацанёнка и на, ему прилетает в голову. Вообще неожиданно и крайне-крайне неприятно. Да ладно. Стой, 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 стой. Я в него попал, но не убил. Его добили. Ладно. Ладно, неплохо. Командная работа. Ассист, конечно, тут не дают. Но хоть что-то. Ладно, хорошо. Ребятки, надо собраться. Надо подумать, что мы будем делать далее. Я уже 8-1 играю. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Главная проблема, ребят. Главная проблема винтореза, это если ты не попал... Да, если ты не попал, то... Я теперь профессиональный сталкер. Маленький магазин, да. Нужно что-то посерьёзнее взять. У нас уже доступна гроза. Из снайперского у нас доступно что там? Эээ, и свалушка, давай всё-таки попробуем. Я не знаю. Ой, я не то нажал. Я люблю играть с снайпером. Мне нравится просто играть с снайпером в сетевой игре. Тем более в Тени Чернобыля, это просто замечательно. Это круто, типа, смотреть, как ребята отлетают. И ты такой там сидишь где-нибудь вдалеке и наслаждаешься всем этим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пацаны уже пришли сюда. И тут темнеет, понимаете, в чём дело? Темнеет, и мне не очень нравится такая погода. И она явно не для записи видео. О, да. Да, вынес я всё-таки хоть кого-то. Вынес, и теперь могу тут сидеть, в принципе, и контролировать сезону. Наверное. Часть локации, так сказать. Так, тут кто-то убил нашего гранаты. В домике кто-то есть, и он успешно забежал. Скорее всего, сейчас он появится в этом окне. И я его тут встречу залпом. Да, там что-то взорвалось. Не хочет он выходить, наш молодой человек. О, вот он. Так, я ему попал. Но... Но меня убили. Да, не очень приятно. Давайте попробуем ещё раз. СВУшка вообще топ-пушка. СВУшка топ-пушка. Еее. Говорю рифмове. Она тащит. Ай, да знаете, ну её на эту снайперскую винтовку. Давай поиграем вот с таким замечательным оружием. Всего лишь 20 патронов, конечно, у него в магазине. И намного больше, но тем не менее, тоже неплохое количество. Да, посмотрите, как забавно. Танк. Вау, я упал. Там, короче, стоят танки из его ствола жарко. Такая, знаете, вертикальная. Горизонтальная, то есть наоборот. Так, почему-то, короче, пацанёнку вообще всё по боку. Я ему попал в бочину, но ему норм. Ааа, да что ты будешь делать? Ну, надо, короче, как-то... Я не знаю, что мне делать, но... Чё-то начинают нас нагибать, и причём, да, действительно, смотри, мы играем за свободовцев, но при этом... Но наёмники всё равно выигрывают, да, несмотря на то, что я сделал, в принципе, неплохое количество фрагов. Я играю... Ну, хотя уже, да, я много раз помер, и играю 9-5. Это не самый лучший счёт, согласен. Надо его как-то реализовывать. Надо прокачаться до гаусс-пушки и просто ваншотить пацанов. Гаусс-пушка это топ. Лучше, чем гаусс-пушка, наверное, ничего нету. Ну, если, конечно, у вас ровные руки, и вы умеете попадать. Да. Ну что ты, господи, он прям бежал за мной. Обошёл, лишь бы меня догнать. Надо срочно поднимать ранг, и... Теперь могу тут постоять в этом здании, попробовать кого-то поотстреливать. Ой, кровосос, ты меня напугал, однако. Да ладно, я даблкил сделал, найс. Воу, у него там бессмертие, алё. Он ещё и гранату успел кинуть, да? А, пацан, да, да, да. Граната, это замечательно. Что у меня, кстати, там по рангу? Да, ещё долго, на самом-то деле, качаться. Мне до левелапа, но оно и понятно. По-моему, гаусс-пушка мне не сразу откроется, а только ещё через уровень. Но у нас с вами есть целых три часа на открытие гаусс-пушки. Ну, конечно, тут будет стоять другой молодой человек, и пости меня. А куда ж без этого-то, алё. Отлично. Готов, Роман. Сидит он, а то-то он меня убил, да? Слушайте-ка, неплохое тут место, но... Правда, очень стрёмное. О, да ладно, всё-таки залетело. Благословлённый монолит меня благословил. Как это сейчас глупо прозвучало. И я попал. Я попал ему в голову, вынес ребятёнка, и это отлично. Но теперь-то все знают, что я тут нахожусь, кстати. Смотрите, там снорк такой стоит, типа, не при делах. Он просто как моделька тут стоит, он, разумеется, ни на кого нападать не будет. А очень жаль, да, согласитесь, было бы неплохо. Так, воюешь с пацанами, и тут в вашу битву врываются снорки. И ставьте он свои места, это было бы очень забавно, но... Нет, нет, нет. Да, 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 хэдшот. И это неудивительно, да. Чё у меня там по рангу-то? Воу, почти ап. Кстати, за хэдшот вроде как дополнительные очки дают. Так, у меня остался последний ранг. Отлично, отлично. Вернее, последний килл. А, нет, нихрена не последний. Это был килл, мне нужно сделать ещё один. Ещё один килл. Да ладно, вот так вот я тебя перестрелял. И ранг повышен, наконец-таки. Всё, сейчас я... Ну, я гаусс-пушку не куплю, потому что мне надо его ещё раз повысить. Представляешь, как всё это запарно? Да. Не смог я его перестрелять. Давайте купим себе автомат получше. Вал. Вал это отличный автомат, я считаю. Гаусс-пушка... О, экзоскелет теперь ещё и доступен, но его я покупать не буду. Вал, ребят. Вы знаете, что вал это просто топ-автомат. Давайте его купим, поставим... Кстати, на него нельзя ставить прицел, это забавная вещь. На вал нельзя ставить прицел. Ну ладно, ладно, я думаю, что это и так неплохое оружие. И кое-что оно может. Меня закинуло на вышку. Конечно, с ним на вышке сидеть, это такое себе дело. Оу, как ты меня не убила, дура. Господи, это было реально... Ой, гаусс-пушку опять испугался, это было стрёмно. Как-то он, короче, меня не убил. Окей, езаем аптечку. И мы теперь заняли дом, отлично. Дом теперь под нашим контролем, мы сможем отсюда, если что, кого-то убивать. Единственный минус, опять-таки, Вала, это то, что у него реально нету прицела. Это реально стрёмно. Оптика, оптика, мне нужна оптика. Кстати, ух ты, смотри, я могу за карту выглядеть. Ну, хотя, там всё равно ничего не видно. Мне нужна оптика, ребят. Игра с тем, что у меня сейчас в руках, ну, такое себе дело. Кровосос, какой же ты стрёмный, я постоянно его пугаюсь. Отлично, ещё одного убил, неплохо. Я думаю, наверное, не будем сидеть, пойдём лучше убивать. Да, за свободу. Ой-ёй-ёй-ёй, там меня увидели и по мне, по-моему, начали даже стрельбу. Да нет, ну что ты будешь делать-то, дядь? Так, забрал, 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 забрал. Забрал, забрал, забрал. Вау! Не знаю, кто-то начал стрелять по мне. Блин, уже реально темно, свет от танка действительно освещает всё довольно-таки неплохо. Фонаря нету, по-моему, его можно купить, сейчас я проверю. И без фонаря очень-очень стрёмно. И мы сами отдали дом, серьёзно. Или у нас его отбили? У нас не могли его отбить-то, йоу! Господи-а! Господи-а! Так, я зачем-то взял его оружие. Я случайно, короче, хотел взять аптечку, а у него аптечки не оказалось. Что ж, давайте тогда возьмём его пушку. Ну, просто поприкалываемся, она с оптикой. Ну вот, уже минус один, неплохо. Только глушителя нету, это странно, что он глушитель-то не поставил сюда. Он тут очень нужен. Да-да-да-да-да. Кто-то, короче, штурманул здание, и теперь в здании есть враг. Они прямо стреляют, я их слышу. Они ещё и по рации разговаривают, я слышу прямо через стену, не знаю, слышали ли вы. Ой, дураки, показывают своё место положение. Зачем же вы это делаете? Знаете, то неприятное чувство, когда ты сидишь, у тебя чешется спинка, и ты ничего не можешь сделать с этим, потому что у тебя война. Воу. Паренёк, что ты тут делал? Прикинь, просто в соседней хате стоял, я зашёл, дал минус. И, кстати, подобрал его СВДшку. Воу, е-да, СВД. Не знаю, лучше ли она, чем СВУ, но тем не менее, это снайперская винтовка. Очень крутая снайперская винтовка. Попробуем сейчас поиграть с ней, нежели со СВУшкой. Будем выцеливать пацанов и давать им минуса. Наверное. Постарайся. Но она, кстати, ваншотит, насколько мне известно. С СВДшкой бегать нельзя. В принципе, это можно понять, всё-таки. Всё-таки это махина. А вот когда со СВУшкой бегать нельзя, это странно. Она же не такая большая. Она же специально сделана, как такая, знаете, компактная снайперская винтовка. Так, ещё одного забрал. Ммм, вообще замечательно. Забираю. Ну да, если честно, короче, с Гаусской, с Гаусской, видимо, беда какая-то. Может, я её переоценил, или она в чистом небе, может быть, ваншотила, а тут нету. Но я не чувствую ваншота, да. Я попадаю по противнику, да сейчас найдём кого-нибудь. Это вот я сейчас забрал, потому что он уже ранен был. Странные какие-то вещи происходят, странные. Либо я косой, либо что-то не так идёт. Но в любом случае, надо делать, ребят, фраги. Мы уже отрываемся, мы выигрываем, а заходил я, мы проигрывали. Не, я не говорю, что это благодаря мне. Это благодаря командной, слаженной работе. И это был пацан тоже с Гаусской. Короче, у наёмников тоже появились уже легендарные сталкеры. И всё-таки вот начинают покупать Гаусской. Да, просто я один из первых качал легенду, где-то второй или третий. И те пацаны, которые впервые меня вкачали, как-то не торопились покупать Гаусскую. А теперь вот и у наёмников есть Гаусс-пушники, если так можно сказать. И это, чёрт возьми, опасно, да? Если попасться под выстрел такой снайперской винтовки, то всё. Хотя можно ли это назвать снайперской винтовкой, я даже не знаю. Я сижу, контролирую этот проход. Тут иногда промелькает кто-то. Мне удаётся кого-то убить. Но в целом тут довольно спокойно, я вам скажу. Где все? Алё. Да ладно. Как ты меня не убил-то, дядь? Не знаю, но почему-то он, короче, не смог меня убить. Да, где-то вообще триплкил. Супер вообще. Я обожаю нагибать пацанят. Иногда у меня это всё-таки получается. О-о-о. Ну всё, вроде бы что-то пошло. Хотя хрен его знает. Сейчас дам пару минусов, а потом опять буду сливаться. Но Гаусс-пушка, как видите, всё-таки ваншотит. Может быть я так косил с непривычки. Я же всё-таки говорю. Без разогрева... Без всего. Пошёл играть, значит, с Гаусс-пушкой. Да ладно, чё сейчас будет? Да уж. Пошёл играть, значит, с Гаусс-пушкой. А-а-а.